Всем привет, друзья, с вами Ляр, и мы продолжаем проходить Fallout, самый первый Fallout. Остановились мы на свечении, так называется эта локация, это заброшенная база, или это убежище, впрочем, не важно, в которой очень много роботов и погорелых тел, то есть рассохшихся, сожженных, сжженных трупов, скелетов, которые погибли от радиации или просто сгорели от ядерного взрыва. То есть, скажем так, это военная база, спрятанная под землей, либо это тайное убежище, хотя это вроде бы не зовется убежищем, в которое попала ядерная бомба, которая приняла в себя удар ядерной бомбы. В прошлой миссии, то есть в прошлой серии, я нашел себе базуку, вот такую вот мощную пушечку, снайперскую винтовочку, очень полезную вещичку. Жалко, я патроны от нее выкинул на другом этаже, это я, конечно же, зря сделал. Кучу вот таких вот патронов пятого калибра, они вроде бы так называются, да? Да, пятилеметровые, пятилемиллиметровые патрончики. Вот такие вот записи еще понаходил, пленка братства. Гранаты разные и пропуск, пропуск пропуска. Сейчас же мне нужно воспользоваться синим пропуском, потому что, видите, здесь синий вход даже показан. Сейчас я включил питание, тут был, ну давайте я покажу, для тех, кто не видел. Здесь был огромный генератор, как бы сверху, не на этом этаже, сверху здесь был огромный генератор, он крутился, я пытался его включить. Для его включения я нужен был, нужно было электричество, электричество, которое я включил с помощью вот этого компьютера, запустил. И теперь все засветилось. Работало только аварийное снабжение электричества, я запустил основное. Вот видите, включено. Отключать ничего не надо. Отключать ничего не нужно. Еще я посмотрел все эти трупы, то, что в них находится, то, что у них есть. Полутал их. Останки крестьянина. Вот видите, тут трупы. И это я, кстати, в него все запихал, потому что пистолет Магнум мне уже не нужен, я ему уже пользоваться-то не буду. Мне теперь нужно переходить на более мощные пушечки, типа лазерных, или на базуку, например, почему бы нет. Вот это можно с собой, кстати, взять. Блин, жалко, места нету. Вот, батарейки, вот. Отдай мне батарейки, пожалуйста, они очень нужны мне. Они мне очень нужны, эти батарейки. Блин, я не могу взять, у меня просто максимальный вес. 148, офигеть. Ну и куда мне столько? Надо что-то принять. Или что-то использовать, чтобы у меня не было такого большого веса. Я даже не знаю что. Ну или просто вернуться потом за ними. Потом просто вернуться за этими батарейками и за всем прочим. Ой, стой, стой, стой. Тут ничего нет. В этом трупе ничего нет. Ну, пистолет ненужный. Главное не забыть на третьем этаже все еще облутать. И на четвертом, на шестом, там вроде бы тоже есть что-то полезное, что я не смог взять. Я так понимаю, вот мы включили снабжение, и теперь роботы, которые лежали, которых мы в прошлой серии как бы расстреливали, теперь они должны включиться. А так они просто лежали на земле. Так, доступ получен, теперь поле отключено. Входим. И вот на пятом этаже эти роботы уже должны работать, я так понимаю, да? Пятый этаж. Да, вот эти роботы. Вы получаете тысячу единиц опыта. Сторожевой робот. Я так понимаю, эти роботы уже будут работать. Так что берем оружие. Я хотел убивать их с помощью гранат. Давайте вот эту вот используем. Плазменная граната. Одна в своем экземпляре. Это что такое у нас? Импульсная граната. Я даже не знаю, какую лучше использовать. Давайте плазменную или вот эту вообще. Взрывчатка. Нет, ее мы используем на что-нибудь другое. Для начала, естественно, сохранимся. Хотя, казалось бы, я сохранялся совсем недавно. Давайте на единицу. Сохранимся на единицу. Казалось бы, я недавно сохранялся, но я очень осторожный просто. Сейчас эти роботы, по идее, вот, видите, они уже работают. Они заработали, поскольку, блин, он очень близко подходит. Но я должен в него попасть. Вы не видите цель? Серьезно? Метнуть. Как мне увидеть-то эту цель? Как так встать, чтобы эту цель увидеть? Как так встать, чтобы эту цель увидеть? Вот сюда отойти. Почему я не вижу эту цель? Давайте вообще отойдем назад. Пускай эти роботы сами встают и подходят ко мне. О, ходят еще какие-то роботы. Тут еще какие-то другие роботы ходят. То есть, которые за пределами моего экрана. Их, видимо, много здесь на базе. Сейчас нужно от них избавиться. И избавляться от них нужно гранатами. О, как их много-то. Вот сейчас будет работенка для наших бомбочек. О, очень-очень много. Но зато будет экшончик. Воу-воу-воу, ты чего так в упорто подошел, малыш? Так, три очка требуется для метания гранаты. Отойдем чуть-чуть. И кидаем в этих. Стражевой робот получает ранение, телеет здоровье 41 и умирает. Второй вроде бы еще жив. Так, слишком мало... Так, слишком мало, короче, очков действия, чтобы... Другое оружие в руки взять. Давайте отойдем вот в угол. В самый угол отойдем. Воу, он еще и стреляет. Причем неплохо так стреляет. Но они, короче, сейчас встанут все вместе, и я их закидаю гранатами. Обычными гранатами. Или импульсными. На этот отходит, этот-то отходит. Там еще роботы есть? Или там уже нет роботов? Так, может быть, коктейлем молотого? Сколько он наносит? СЛ3, минимальная сила, короче, требуется. СЛ3. Так. Сила 3. Обычная скотчная граната. А это чем отличается самодельная граната? Давайте коктейлем молотого их, короче, закидаем. Не думаю, что он так полезен будет для меня в будущем. Чувак, я же не пропускал ход. А, зато этот сейчас подъедет, очень даже хорошо будет, я по-двоим смогу попасть. Прекрасно, гуманоид не должен бежать. Какие опасные роботы. Вот блин, какие опасные роботы. Ну, ловите, ублюдки. 35% шанс, что я попаду. Надо подойти ближе. Теперь-то я могу. Прекрасно. Два их сразу. Блин, перезаряжается и стреляет из своей винтовки собака. Еще один подъезжает. Причем подъезжает-то в упор, тебе что надо от меня? Надеюсь, этот подъедет вот сюда. Мне нужно сейчас будет стимуляторы, короче, принимать. Еще летят псы. Атака цели не удалась. Просчитываю ответ. На ней могут меня таки убить. Надо принять кучу стимуляторов. Предлагаю кучу стимуляторов вколоть себе. 67, еще один. А, все, это был максимальный. Это был максимальный. Можно молотов на обычные гранаты поменять. На обычные гранаты можно поменять. Хотя нет, обычные гранаты мне еще пригодятся против мутантов или супер-мутантов каких-нибудь. Охренеть, они в упор-то по мне шмаляют. Так, сейчас они все вместе встанут, и я вот в этого, в среднего робота, шмальну. Блин, собаки. Собаки-твари. Надо чуть-чуть отойти. И вот так шмалять. Получайте. Так, минус один. Нет, они еще живы. Они еще живы, придется... Черт. Надо отходить. Надо отходить и вкалывать все стимуляторы. Надеюсь, не убьют они меня. Надеюсь, не убьют. Не, не убьют. Я еще жив. 8 очков здоровья, прекрасно. Вкалываем себе огромный стимулятор. Прекрасно, сразу же 67. И берем... Обычные гранаты. И берем обычные гранаты. Сейчас обычными гранатами их будем... Мочить. Вот в этого. Чтобы сразу по всем попасть. Надеюсь, попадем. Прекрасно. Прекрасно попали. Мы далеко от них стоим, поэтому у них как бы штраф должен быть за то, что они в меня кидают. Интересное. Лучевая болезнь. Так, они мне ничего не повредили. Значит, все окей пока что. Если они мне повредят глаза, я буду еще хуже стрелять. Вот ведь собаки, как они много-то отнимают. У меня просто фиговая броня, чтобы с ними драться. Этот еще и в упор подошел. Этот еще и в упор подошел. На тебе. Так, надо еще стимулятор себе вкалывать. Давайте маленькие будем вкалывать. Маленьких очень много, надо их тратить. Маленьких у нас очень много. А большие прибережем. Большие мы прибережем для чего-нибудь. Для чего-нибудь другого. Отойти бы. Вот сюда еще. Чтобы они подошли ближе и скучковались. Да-да-да-да-да. Вот сейчас они потратят свои очки действия на ход. Значит, цикл атаки. На чат, точнее. Блин, этот еще робот. Проклятый. Вот только маленький шанс попадания теперь. Ну, попробуем кинуть. Надеюсь, я себя не повредил. Да нет, себя-то я тоже повредил. Себе я тоже навредил. Так. Стимуляторы. Не зря же я такую кучу покупал. Придется их все использовать. Это вроде бы последняя граната, которая у меня есть. Последняя граната, которая у меня есть. Давайте подъезжайте ближе, ублюдки. Я вас всех закидаю. Очень опасно с роботами драться. Они очень сильные. Тем более для меня-то. Прекрасно. Троих сразу. Но они еще живы. Они еще живы. Не забываем о стимуляторах. Мне приходится по одной гранате кидать. Это очень фигово. Приходится кидать по одной гранате. Симуляторы только в путь улетают. Так. Надо будет, возможно, не из дробовика шмалять, а из базуки. Но я хочу приберечь базуку для чего-то другого. Такие атаковать-то я не могу. Атаковать-то я еще не могу. Надо в угол самый как-то встать. Встать в самый угол, чтобы они... Поближе подошли. 12-18 очков здоровья высекают. Твари. Очень мощно. Еще этот мелкий бьет. И роняет меня. Я таки умереть могу. Нет, они еще живы. Офигеть. И они еще живы. Давай, 28. 40. Надо, короче, до максимума. До 67. Или сколько там у меня было. Иначе мне кирдык. Иначе мне кирдык. Иначе эти роботы убьют. Мне приходится... Теперь придется, наверное, вот эту гранату тратить. Наверное. Я потратил все обычные гранаты. Теперь придется использовать эти. Придется использовать эти, чтобы убить этих роботов. Так, я могу встать куда-нибудь сюда? Нет, не могу. Ладно, не могу. Блин, хорошо же они так стреляют. Стражевой робот остается без боеприпасов для оружия снайп-винтовка. У него винтовка, потому что снайперская была. Понятно. Все с ним понятно. Надо вот этого, самого первого, убить. Прекрасно. Это гранаты как раз от роботов. Граната-антиробот. Граната-антиробот. Так, ну и как встать-то? Никак не встанешь тут. Не встанешь и не вылечишься. Давайте пока что из дробовика этих постреляем. Так, этот без боеприпасов. Этого надо в рукопашную убивать. В рукопашную, в смысле из дробовика. Выбор наступательной позиции завершен. Те каюк наступательной этой позиции. Понял? Глупая машина. Тебе тоже кирдык. Да ладно, промах, серьезно. Тогда отходим. Ох, с разворота бьет своим щупальцем. Бьет меня своим щупальцем с разворота. Вкалываем себе. Видите, какие эти роботы сложные. А если бы я их саранее не расстрелял, они бы еще там меня избивали. Фиг бы я из этого выбрал все место. Вот блин. Проклятые роботы. Когда же вы все закончитесь? Интересно, это последний робот или тут еще будут? Надеюсь, что последний. Все, патронов нет. Блин. Блинский, блин. Начат цикл отступления. Все, у него очень мало жизней. Хотя это можно посмотреть с помощью вот такого. Так, подожди. Тут просто нажимаешь вот так вот посмотреть. Да блин, я на стену пещеры нажимаю. Тут, короче, если на робота вот так нажать. Например, вот так. И там бинокль появляется, там показано, жив он или нет. Разряди-ка ты свою снайперскую винтовку, друг. Нет, надо, чтобы ты ее разрядила. Че, я не могу? Какая-то другая снайперская винтовка. Ох, сколько же они проблем мне доставили, эти роботы. Ход. Да не надо уже стрелять ни в кого. Ни в кого уже стрелять не надо. Мы закончили с ними. Кое-как, но закончили с ними. Ноль из шести зарядов. А, понятно, у них зарядов-то нет. Но у них нет зарядов. Значит, его винтовку можно спокойно выкидывать. Она просто как... Лишний вес будет занимать. Давайте себе еще вколем. А то вдруг опять нападут. Так, где тут лишняя винтовочка-то? Так, это вот это. Шесть из шести. Ноль из шести, это значит выкидываем. Вот эту вот нижнюю выкидываем. Она нам не нужна. Гранаты пока что при себе оставим. Они могут нам еще пригодиться. Так, ну и все. Да? У тебя ничего нет. Хотя нет, подождите. Почему еще работают очки действия? Неужели кто-то еще живой есть? Кто-то живой еще есть. Бой, подожди. Да, надо было бой просто нажать. Понятно. Вы видите компьютер. С оповедой над врагами без единой царапины вы получаете очки опыта 1425. А сколько на повышение уровня там мне еще? Тридцать шесть. Еще четыре тысячи, короче. И у меня будет новый уровень. Хорошо. Не будет новый уровень. Надо красноречие, ремонт науку прокачивать и... Либо энергетическое, либо тяжелое оружие. Потому что я теперь этим очень часто пользуюсь. Могу ли я использовать теперь, допустим, науку на компьютере? Вам не удается ничего узнать. Вам не удается ничего узнать. А с этим что? Да черт! Еще здесь роботы. Здесь еще один сторожевой робот. Так, что это? Компьютер. Я могу что-то с ним сделать? Не понял. Наука. Бой не может закончиться, если рядом есть враждебные существа. Так, господи. Проклятое ты враждебное существо. Проклятое ты враждебное существо. Я тебе бензобак прострелю. Я прострелю тебе бензобак. Понимаешь? Робот. Главное, продолжает драться ведь. Ха-ха, сматывает. Куда это ты пошел? Я тебя настигну. Мой дробовик тебя настигнет. И умирает. Прекрасно. Робот погиб. Робот погиб. Так. Своим дробовиком мы его настигли. Смотрим, что здесь. Электропитание. Основное питание включено. Отключите основной источник питания. Стоит ли это отключать? Ну, мы как бы отключили. Мы как бы отключили. Не знаю, правда, для чего. Ладно, давайте обратно включим. Возможно, это для того, чтобы с роботами то есть с роботами было легче разобраться. Просто подходишь, отключаешь и роботы тебя как бы не достают. Возможно, для этого. А сколько у нас, кстати, по весу-то? 136, уже не 150. Мы очень много просто потратили гранат и чуть-чуть легче стали. Весом стали чуть-чуть легче. Вот, видите, тут шкафчики. Тут шкафчики. Офигеть! Я стопроцентно уверен, что я не унесу все, что в этих шкафах. Я просто не смогу все это унести. Прежде чем мы туда зайдем, это шкафчик. Просто стена. Давайте зайдем вот сюда, в эти комнаты. Посмотрим, что здесь. Посмотрим, что здесь. Вот это. Посмотрим, что за пленки и прочее. Надеюсь, там будет очень много ценного. Странная штука. Кажется, это можно использовать в вашем пи-бое. Давайте это тоже с собой возьмем. Возможно, это нужно было нашему братству. Братству стали. И посмотрим, что вот это за штуки с помощью науки. Вам не удается ничего узнать. Ну да ладно. А если я к этим жидкостным капсулам подойду? Ну то есть, к этим штукам со слизью что-то произойдет? Что-то произойдет. Жидкостный резервуар. Точнее. Давайте посмотрим наука. Вы не можете туда попасть. Ну, в смысле, я хочу посмотреть, что это. Я хочу использовать тут, допустим, науку. Не получается сделать. Да, вы не можете туда попасть. Понятно. Так, теперь же предлагаю зайти сначала сюда. Зайти вот сначала сюда, а потом уже по этим шкафчикам. Тут так много шкафчиков. Ох, даже не знаю, как я все это нести-то буду. Я так понимаю, если тут будет очень много ценного, мне придется сюда спускаться и возвращаться за всем этим. Так, еще одна полезная вещь. Странная штука. Ее мы тоже с собой берем. Это, считайте, еще один лишний фунт. Мне каждый фунт дорог. Антиродины всякие. Антиродины, аптечка и... стимуляторы. Так, вес. 140. Я многого не унесу. В тех шкафчиках наверняка будет что-то очень тяжелое. Но я явно это не унесу. Так, мы антиродин вкололи. Как от лучевой болезни избавиться? Для этого нужен антиродин. Но я его как бы вкалываю. Это сколько весит? Один фунт. Один фунт. Все это весит. Один фунт. Это сколько весит? Два фунта. Семь ю два, четырнадцать. Шестнадцать. Это все у меня занимает шестнадцать фунтов. Ох, шестнадцать фунтов аптечек. И нафига мне столько? Я это даже не использую. Я это даже не использую. Плюс куча патронов. Которые я, кстати, тоже не использую. Погодите. Это золото нисколько ведь не весит? Точнее крышки. Противоядие. Один фунт. Противоядие пускай будет. На всякий пожарный должно быть. То в натуре вдруг отравят. Это сколько весит? Нисколько. Отмычки. Отмычки должны быть. Ментат. Тоже должен быть. Он все равно нисколько не весит. Солнце. Тоже должно быть. Оно нисколько не весит. Ракеты. По три фута весят. Фунта. Точнее. Они очень тяжелые. Но придется. Придется потом тратить их. Они будут моим основным оружием. Так, что здесь? В этом шкафчике. О! Боевая броня. У вас максимальный вес. Погодите. Оружие и боеприпасы. Это мы сейчас все прочитаем. И наденем эту броню, естественно. Так. 4, 6, 4, 4. Так. Давайте эту выкинем. Я уже понимаю, что она хуже, чем... Чем та, которая лежит у меня. Вернее, чем в этом шкафу, да? Да зачем ты закрыл это? Открой. Берем ее себе. И сколько будет? Сколько она будет? 5, 8, 4, 4, 6. Офигеть. Класс брони 27. Она намного лучше. Я, кстати, теперь выгляжу как солдат. Заметьте. КБ. КБ. Класс брони. 27. Эти ящики потом откроем. Позже чуть. Так. Для начала давайте прочитаем книжку. Прочитаем книжку. И она, кстати, легче, кажется, весит 127, чем та. Классно. Мы, опять же, испавились от лишнего веса. 125. Узнаете, как лучше обращаться с оружием. А с каким именно оружием мы научились пользоваться? С легким? Меня немного беспокоит лучевая болезнь. Она меня немного беспокоит. Так. Может, метание холодное? Скорее всего, с холодным. Я его не прокачивал, но... Оно теперь у меня 85. Я его особо-то и не прокачивал. Может быть, оно и так и было. Так. Тут что? Еще раз. Вау! Это чего? Ядерный микрореактор? А это что? Плазменное ружье. Офигеть. Берем. Обязательно все это берем. Изысканные орудия у нас теперь будут, господа. Так. 147. Вот уже максимальный вес. Вот уже максимальный вес у нас. Эти бомбы-липучки, по идее, мне не нужны совсем. Тоже мне не нужно. Ну, давайте радикс примем. Кстати, что он делает? Принимать перед облучением. А, это чтобы, как бы, получать меньшую дозу. Понятно. Если это на себя применить, сколько будет? Так, сколько будет, если я применю это на себя? Предмет можно использовать только из панели интерфейса. Вот знаете, мне кажется, эта штука совершенно не нужна мне. Сколько она весит? 4 фунта. Счетчик Геггера. Он, во-первых... В нем нет ничего полезного просто. Ладно, положим его в какой-то из этих шкафчиков. Но для начала посмотрим, что в них. Офигеть, пистолеты. Пистолеты на выбор. Что это? Лазерный пистолет. Пистолет 14-миллиметровый. 10-миллиметровый. Лазерный можно взять себе. Лазерный я даже не использовал. А какой у меня, кстати? Это что за пистолет? Плазменный, блин. Лазерный, плазменный. Ух. Надо посмотреть, в чем разница этих пистолетов. Надо посмотреть, в чем разница этих пистолетов и сравнить. И сравнить, какой из них лучше. Так, сейчас сравним быстренько. У меня уже максимальный вес 150. Так, у тебя какая атака? 12 из 12. Типа малая батарейка. 7 фунта ты весишь. Так, а атака. Примерно какая у тебя атака может быть? То есть, подожди, стоп, стоп. Если я тебя поставлю. Урон 10-22. Так, хорошо. А с тобой что? 16 из 16 весит 7 фунтов. Примерно такой же минимальной силы 4. Сила больше требуется. А атака? 15-35. То есть плазменный даже лучше, чем лазерный. Понимаете? И работает он тоже на малых батарейках. Работает он тоже на малых батарейках. Так что, знаешь что? Давай-ка ты разряжаешься. Так, все. Да. И тебя можно выкидывать. И тебя можно выкидывать спокойно. Я получил с него батарейки? Да, я получил с него 92 батарейки. Ну, вернее, не 92. Какое-то число из них уже у меня было. Так, что мы найдем здесь? Ой, опять же, эти штуки. Сканеры, гейгеры. Вы видите, невидимка. Вот насчет невидимки стоит подумать. Она, возможно, поможет мне как-нибудь. То есть я буду невидимым. Давайте посмотрим, как это работает. Так, давайте-ка. Я не помню, я сохранялся или нет. После того, как роботов убил. А, нет, я даже не сохранялся. Надо сохраниться. А то вдруг игра вылетит, например. И мне снова придется с ними драться. Так, как работает невидимка? Интересно знать. Блин, у меня столько винтовок. И... Снайперское. И вот это вот... Плазменное ружье. Офигеть. Пистолет. Как работает невидимочка? Вау. Это я просто невидимый. Все. Я думаю, это очень полезная вещь. Невидимка включен. Выключен. А оно что-то потребляет, что-то требует. Генерирует модулированное поле, которое передает торженый свет с одной стороны объекта на противоположную. Не, невидимка очень полезная вещь. Надо оставить ее себе. Она тем более бесконечная. Значит, ее оставляем. Блин, но тут еще... Пять шкафчиков, а я это все не унесу. Все эти батарейки и плазму, я это все не унесу. Я знаете, что подумал? Надо дробовик... Дробовик, короче, сюда скипнуть. И драться уже чисто плазменным оружием. Да. Короче, чисто плазменным оружием уже драться. Дробовик мне нужен? Нет. Он тем более и мало урона-то наносит. Все, от дробовика избавляемся и теперь чисто с этим оружием ходим. Ходим чисто с батарейками и плазмой и прочим. Прощай, мой любимый дробовик. Прощай. Ты был очень верен мне. Прости, что я... Да, блин. Он настолько верен мне, что не хочет уходить. Че, серьезно? Как тебя выкинуть-то? Прекрасно. Он был настолько мне верен, что даже не хотел кидать меня своего хозяина. Как вы видели сами. Но хотя бы избавились от ненужных патронов. Ненужных патронов. Теперь давайте берем плазменное оружие. Плазменное оружие. Почему у меня несколько разных? Это что? Пятимиллиметровые ПОП. Маленькие легкие боеприпасы. А вот это... Бронебойные ББ. Классно. Так, а вот это чем стреляет? А, блин. Эти-то патроны от него я выкинул. Давайте пока что будем ходить с плазмой. 148 вес. Ну, господи. 148. Я не смогу все это унести. Тут еще какая-то рация. Вот, конечно, тут есть эти штурмовые винтовки, но они не нужны мне. Понимаете? Они будут занимать, опять же, лишний вес. Лишнее место. Ненужное. У меня сейчас оружие, это... Гранатометы будут. Гранаты и... И гатлинг. Миниган. Пойдем со мной, миниган. Я никому не отдам тебя. Я никому тебя не отдам. Может, снайперскую винтовку выкинуть? Нафиг она нужна? У меня миниган будет. Да, давайте так. Блин. Сколько ты весишь, миниганчик? Сколько весит миниган? Так, что еще? Давайте посмотрим вообще во всех шкафчиках, что там есть. Потом же миниган возьмем. Так, вот это вот обязательно. Странная штука. Но может, эти странные штуки вовсе и не нужно с собой-то брать? Может, они просто лишний вес занимают? Воу! Воу! Потрошки, гранашки. Я должен все это забрать себе. Я очень жадный до такого снаряжения. 14-миллиметровые бронебойные. Я таким уже не пользуюсь, извините. Куча боеприпасов и снаряжения. И у меня уже максимальный вес. Что за жалость? Ну вот как так? Может, эти штуки и не нужны? Давайте их выложим, короче. Ну нафиг они. Так. Какое там задание это было в статусе? В братстве. Стать посвященным, да? Древняя запись братства. А мы же вроде бы... Странная штука, кажется, это можно использовать в вашем пип-бой. Так мы же в пип-бое это уже посмотрели. Архивы. Статус. Или это надо руками использовать. Или это надо брать в руку и использовать, я не знаю. Может, это надо руками держать? Сейчас попробуем. Так, сейчас попробуем. Надо, короче, забрать все. И миниган. И все эти патроны. Пятимиллиметровые. Так, вот это берем. Наезд и так. Мы это использовали? В пип-бое. Древняя запись братства. Ой. Я не знаю, использована она или нет. Так, это ничего не дает. Или это надо на себе применять? Так, а другое? А другое? Не совсем, я понимаю, как это используется. Что, загрузка отменена? Так, что там было написано? Я не совсем понял. Не совсем я понял, что там было. У меня еще есть два таких чипа. Так. Загрузка отменена. Так, что я получил-то с этого? Статус. О, древняя запись братства. Запись эксперимента Альфа. Запись эксперимента Дельта. Прочитаем. Проект по разработке прототипа Панимунного Виллиона. В надежде найти ответ на современные бактериологические и вирусные агенты, которые используются китайскими правительствами, мы разработали фрагмент вируса, состоящего из либо нуклеиновых кислот РНК, заключенных в протеинолипидовой оболочке. Этот виллион содержит специально отобранную комбинацию радиоактивных аминокислот, рак, способных присоединяться к неспецифическим местам связывания дезоксилибонуклеиновых кислот. ох, как же все сложно, ДНК, и вызывать нереплицируемый метоз. В результате возникают новые клетки с квадроспиральной структурой ДНК. Ранние испытания многообещающие. Этот виллион легко проникает через мембрану клетки и присоединяется непосредственно к ДНК в ядре. Метоз всей структуры начинается практически мгновенно. цитокинез предотвращается путем контроля за размещением кинетохорных волокон я не знаю, что такое кинетохорные волокна в течение анофазы. Полный методический цикл длится приблизительно два часа, хотя фенотипическое проявление новой структуры может потребовать дней или недель. В дополнение к эффективной устойчивости к бактериальным и вирусным агентам квадроспиральная структура почти полностью иммунна к ошибкам, возникающим при обычном спаливании из-за разнообразия базовых комбинаций. Ткани, подверженные радиоактивному излучению, не показали мутации в базовых комбинациях, а механизмы синтеза в рибосомах не были ослаблены. Более чем 80% образцов содержали квадроспиральную структуру ДНК, наиболее затронутые мускулы и костная ткань, а также секретные клетки, поскольку они кажутся максимально восприимчивы к вириону. Удивительно, но даже обычно нереплицируемые нервные клетки и несоматические клетки начали показывать интенсивный метоз. Дальнейшие эксперименты определят результаты воздействия на эти клетки. Следующая запись. Военные сочли необходимым продолжать исследовать глубинные эффекты воздействия волновых технологий на живые организмы. Мы приняли свет и звук в качестве основ наших исследований. Управляя амплитудой световой волны и увеличивая частоту, мы получили возможность создать лазеры, которые могут прорезать несколько футов стали. К сожалению, энергетический аспект реализации не был окончательно решен. Этой проблемой занимаются другие ученые. Так. И у меня вот есть еще есть еще какой-то файл. файл найден в системе пипбой. Так. Файл найден в системе пипбой. У меня же еще есть таких два файла. Какой-то из них я, видимо, не загрузил. Вы получаете 100 единиц опыта. Возможно, это он и был. Возможно, это он и был. Давайте попробуем пипбой статус. Запись эксперимента Дельта. Нет, погодите. Запись экспериментов с ВРЭ. Ох, как же это долго будет. ВРЭ это вирус, короче, из-за которого мутанты появились. Запись 21 марта 2075 года. Майор Барнетт приказал провести эксперименты с партией 10-0-11 манимунного виллиона, который был переименован в ВРЭ. Вирус рукотворной эволюции. Его квадроспиральные структуры, чем ее основной эффект репликативной стабильности. Его... А, я, блин, строчку пропустил. Его больше всего беспокоят побочные эффекты квадроспиральной структуры, чем ее основной эффект репликативной стабильности. Он считает, что новая структура, следующий логический шаг в области ядер, млекопитающих. Эксперименты с одноклеточными организмами стали большим успехом. В то время, как их основной метаболизм кажется неизменим, их устойчивость к инфекциям и радиации превышает все ожидания. Дополнение. Харопласт кажется не затронут вереоном. Дальнейшие эксперименты на клетках растений были отменены по приказу майора Барнетта. Запись 9 мая 2075 года. Мы заразили несколько разновидностей плоских червей ВРЭ. В течение нескольких часов черви увеличились в размере на 28%. Популяция оказалась иммунной к 39 видам вирусных инфекций. Каждый образец был исследован на протяжении нескольких поколений. И новая структура ДНК была успешно передана по наследству потомству, хотя были зафиксированы только случаи бесполого размножения. Эксперименты с насекомыми имели меньший успех. Майор Барнетт отложил эти эксперименты до особого приказа. Запись 30 июня. Несколько пород лабораторных белых мышей были инфицированы ВРЭ. Снова в течение нескольких часов было отменено отмечено увеличение в размере, а на 9-й день все мыши стабилизировались на уровне 31% больше, чем контрольная группа. Вскрытие показало увеличение в размере поперечно полосатой мышцы и некоторых внутренних органов, я так понимаю. такие как печень, сердце и почки. К нашему удивлению, инфицированные мыши смогли преодолеть лабиринты более чем вдвое быстрее, короче, чем контрольная группа. Для подтверждения этого открытия необходимо проведение дополнительных экспериментов. запись 9-го ноября 2075-го года. Мы заразили 218 кроликов ВР. Половина объектов были снабжены имплантами для фиксирования электроэнцефалограммы до и после заражения. Увеличенная электрическая активность мозга была отмечена через 3-2 единицы секунды в среднем после инъекции. снова было отмечено типичное увеличение размера. Однако было также замечено увеличение агрессивности особенно среди самцов. Жертвы и обильное питание вызвали рост мозговых тканей, которое увеличило древовидные связи особенно в лимбической системе и лобной коре. Запись 12-го января. На партии 11-0-11 или 0-1-1 нам удалось улучшить эффективность методического цикла на 43%. Мы заразили 53 енота новым штампом бедные енотики. В дополнение к ожидаемому увеличению размера тесты поведения подтвердили увеличение интеллекта к общей ловкости на 19 пунктов по шкале Шулера Капа. К сожалению, несколько объектов сбежали. Их нужно высадить и ликвидировать. Майор Барнет приказал ликвидировать оставшиеся объекты о двух парах нет ни слуха ни духа ну блин как же так проводят значит эксперименты и не следят за подопытными как-то неправильно они делают на запись дата 13 мая уже 76 как бы год да а ну тут тоже 76 мы ввели несколько новых генов в ВР нам помогала консультативная команда майора Барнета в партии 11 101 мы заразили 23 собаки как чистых так и смешанных пород все испытали почти немедленное увеличение в размерах больший размер показал увеличение агрессивности но никакого существенного увеличения интеллекта не было отмечено мы планируем попытаться скрестить 92 пары аллери с партией 11 0 11 все объекты были уничтожены после 14 недель изучения и так понимаю раз они их уничтожили значит никакого успеха у них не было 4 октября скрещивание закончено 15 шампанзе были инфицированы партией 11 111 увеличение размера и усиление иммунитета беспрецедентны попытки вызывать раковые образования у объектов при помощи радиологических и химических агентов не увенчались успехом увеличенная агрессивность привела к изоляции объектов два объекта перенесли сильные эпилептические припадки и умерли все выжившие объекты были уничтожены 7 января 77 год майор Барнет приказал перевести всю программу исследования ВР на военную базу Марипоза он планирует продолжать проект и экспериментировать на добровольцах я против этого и хочу особо тут отметить что эксперименты на людях не рекомендованы ни мной ни моим персоналом я думаю теперь вы понимаете откуда взялись мутанты ибо на людях стали проводить эксперименты с вирусом ВР так я думаю эти можно уже выкинуть эти вещички можно выкинуть они мне совершенно не нужны я так понимаю в них нет ничего интересного возьмем лучше в руку себе плазмомет плазменный пистолет ну вес у меня 144 естественно естественно мой вес 44 или так ой надо так господи что я нажимаю надо открыть ящик взять патроны ну эти мне не нужны вот эти мне нужны сильно сильно нужны сильно сильно нужны 148 господи я гатлинг не унесу я не унесу гатлинг гатлинг как мне с тобой быть надо думать я могу конечно аптечку выкинуть она очень много весит могу выкинуть ракетницу но блин это же ракетница она очень полезна могу избавиться от этой пластической взрывчатки если она действует так же как и на обычный динамит то она нафиг не нужна так у меня очень много плазмы и гранат плазмы, гранаты и гатлинга и ракет у меня очень много аптечки но я же ей не пользуюсь аптечка пп аптечка пп а в чем разница почему я их не могу вместе соединить давайте выкинем половину скажем так выкинем сюда не нужны они мне эти аптечки я ими не пользуюсь сколько весит пулемет гатлинга двадцатку неужели он двадцатку весит неужели так много так надо это все стащить сколько же ты весишь е-мое миниган ну блин сколько ты весишь миниган объясни мне инструменты нужны они могут пригодиться для включения чего нибудь гранаты вот гранаты не знаю гранаты конечно тоже нужны они для поражения нескольких целей сразу стимуляторы нужны эта вот аптечка нафиг не нужна астероиды я их использовать буду у меня очень много патронов но я патроны не использую много патронов основной вес занимает патроны патроны гранаты гранаты патроны надо использовать будет в первую очередь в первую очередь когда я покину это место давайте еще пару аптечек короче уберем просто выкинем две аптечки Все и Максимальный вес Да сколько ты весишь Сколько ты весишь миниган Давайте эту уберем еще бутылку с ядом Максимальный вес офигеть Офигеть просто Просто офигеть Сколько же ты весишь Сколько вот он может весить Я понимаю что базука тоже тяжело висит Но я не хочу отдавать базуку Миниган и базука самые мощные Самое мощное что у нас может быть Это мы себе как бы Тут оставим Да ладно максимальный вес Что у меня такого максимального 129 сколько весит миниган Неужели 30 Неужели он весит 30 Сколько весит базука 18 фунтов прекрасно 18 фунтов весит базука Вообще сколько у меня оружек Граната Плазменный Пистолет Вот это вот Оружие Раз, два Четыре оружки скажем так у меня есть Четыре оружки Гранаты Четыре оружки и гранаты А тут то я все почистил Здесь то я все убрал Нужное из этих шкафчиков Я говорю половину этой серии Я буду просто пытаться Что то из шкафчиков достать Ибо по другому никак Тут это ничего не нужное для меня Давайте просто выкинем пока что базуку Пока что ее выкинем Гатлинг возьмем и сравним Какой у них вес Так Гатлинг берем И сравниваем Какой у них вес 142 С гатлингом Сколько ты весишь-то Е-мое 31 фунт Офигеть 31 фунт Офигеть Это 18 плюс 31 Офигеть Это 50 Нужно 50 освобождать Чего то И что же мне такое Убрать Чтобы у меня еще 18 освободилось Нужно чтобы 22 Чего то освободилось На что у меня может весить 22 Если только это убирать Плазменное ружье Но я не хочу Ядерный микрореактор Ядерный микрореактор Можно конечно выкинуть Денежки вы сколько ввесите? Это 1 фунт Это вообще ничего не весит Ракеты тоже Так можно же конечно Вернуться за всем этим За всем этим Еще можно будет вернуться Так что переживать не стоит Но я хочу Базуку забрать Просто с собой Прямо сейчас по идее Эх Фигово то как Неужели ружье Придется выкидывать Давай бери базуку Прекрасно 143 Вот блин Было бы чуть побольше силы Хотя стоп Я же могу сделать вот так У меня теперь силы по идее Должно быть больше Выносливости и силы Да Больше И я наверное больше смогу поднять А нет Максимальный вес Все равно А как же так Нисколько не весит Нисколько не весит Ой печаль беда Печаль беда Вот Просто без оружки Остался Ладно Пофигу Мы сюда еще вернемся Мы сюда еще вернемся Теперь просто покидаем это место С грустью С печалью С грустью С печалью Покидаем это место Но мы вернемся сюда Мы Придем за этим ружьем Давайте выходим отсюда Ой Нужен еще пропуск Синий Все эти пропуска Надо будет еще тут Сохранять Ой точно Надо же так это делать Это же так делается Это же делается так Давай входи На какой На пятый На шестой Так на шестом мы были Да Хотя погодите Там генератор стоит И с ним вроде бы Можно поговорить О чем-то Правда я не помню О чем Нет он не здесь стоит Он стоит не здесь Он где-то Блин тут синий Вернее тут красный Нужен пропуск Тут пропуск Нужен красный Так он вроде бы На четвертом этаже Да Генератор то Значит идем к нему Так Тут еще динамит Я помню Остался Тут куча полезных вещей Осталось Да Патрончики Тут патроны Тут что у нас Тут ничего И вот здесь Вот вроде бы Что-то было Тоже Вот ракеты Ракеты которые Мне по идее Надо взять Но не хватает места Вот видите Максимальный вес Опять же Опять же Максимальный вес Что бы мне Такое убрать Так может Эти и выложим Все равно От этой винтовки Я избавился Как бы на время Избавился И она мне не нужна Или гранаты Просто выкинуть Сколько они весят Интересно Сколько весят Эти гранаты В целом Один фунт Один фунт Тоже один фунт То есть они вообще Как бы не весят Так что их можно Спокойно брать Вот пистолет Плазменный Плазменный пистолет Который стреляет Этими микробатареями Лучше оставить Хотя зачем Он весит 7 фунтов От этих батареек По идее Нет никакого толку А вот От ружья Стопы Стопы 137 Если я выкидываю Пистолет И эти батарейки То я наверное Смогу поднять Еще Что-нибудь Стоп Надо проверить Надо проверить Тихо Надо проверить Для меня То Лазерное Ружье Все Берем Погодите Почему максимальный вес Давайте Это короче Выкинем Это выкидываем И Вот эти батарейки Выкидываем Они мне теперь Не нужны Все 115 Понятно Короче Берем То ружье Сейчас Снова За ним Бежим Блин Оно Все-таки Для меня Будет важнее Чем Вот этот Пистолет Ох Как же Я долго Определяю Какое оружие Для меня Важно Какое Нет Да я Конечно Могу Да Тормозить С этим Ну понимаете Столько Крутых Пух Столько Крутых Пух Хочется Сразу Из всего Пострелять И из этого И из этого Ты готов На себе Максимальный вес Тащить Только ради того Чтобы у тебя Все оружки были И миниган И ракетница И плазменный пистолет Ради этого Ты готов Тащить на себе Все пушки Сразу Надеюсь Я смогу его подобрать Да Вес 147 Хорошо Хорошо Вес 147 Ну давайте С ним пока Ходить будем У меня Из оружия Остается Только Гранаты Ракеты Ну и 150 Этого Все Идем Идем И больше Мне ничего не надо В этих ящиках Я вроде бы Все посмотрел Да Да Вроде бы Все Просто уходим Короче Просто уходим Не обращаем Внимания Хотя Можно на четвертый Этаж Подняться Там Говорю Вроде бы Этот был Реактор Еще С ним Поговорить Что ли Можно было Давайте на четвертый Или это Не на четвертом На каком Это тогда Что в этом Шкафу Что в этом Шкафу Я смотрел Тут или нет Тут просто Патроны От магнума Бесполезные Патроны От магнума Вот Что этот Реактор Нам сейчас Скажет Скажи Что-нибудь Друг Так Сыграем Шахматы Я был бы Рад Превосходная Форма Однако тебе Потребуется Еще практика Чтобы нанести Поражение Мне Эм Это типа Мы с ним В шахматы Играем Серьезно Ваша жизнь Закончилась В пустыне Он меня убил За то Что я в шахматы И сыграл Серьезно Так Стопе 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 На чем я там Сохранялся То есть От того Что ты играешь С ним В шахматы Он тебя убивает Прекрасно Дробовик И это выкидываем Сразу Сразу же Это все Выкидываем Сразу же Это все Выкидываем Это нам Не нужно Берем все Что здесь Есть Так Это берем Эти батарейки Оставляем Так Эту пушку Тоже Выкидываем Я уже Не хочу Говорить С этим Компьютером Запихиваем Сюда Так Тут ничего Интересного Здесь будет Пулемет Гатлинга Да Да Гатлинг Берем С собой Блин Максимальный Вес На нет Все Окей Вот Гранаты На гранаты Наверное Не хватит Мне Место Так Это Оставляем Здесь А Максимальный Вес Вот Теперь Максимальный Вес Надо Что-то Убрать Что я Там Убирал В тот Раз Я уже Не Помню Не Помню Я уже Что в тот Раз Убирал Так Это Это Я Выкидывал Оно Мне Не Нужно Вообще Никак 144 Это Я Все Слушал Да Или Еще Нет Загрузка Отменена Это Тоже Используем Используем Использовали 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 Да Теперь Это Все Выкидываем Это Нам Не Нужно Это Нам Не Нужно Так Это Берем Используем И Тоже Выкидываем Надеюсь Братство Не Нужно Это Братство Приносить Надеюсь Это Все Братство Приносить Не Нужно Если Это Надо Будет Приносить Братство То Это Очень Плохо Так Я Это Использовал Да Да Это У меня В Пипбое А Нет Запись Экспериментов Альфа А где Еще Один Погодите Где Тут Еще Один Я Какой-то Из них Не Прослушал Короче Какой-то Из них Я Не Прослушал Надо Все Это Прослушать Так Это Внесено 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 В пипбой А ты Ну и Теперь Теперь То что Статус Нет Почему Погодите Тут же Должно Быть Четыре Надписи Альфа И Дельта Так Погодите Готово Тут же Еще Должно Быть Это Скажем Так Дельта Это Запись Загрузка Отменена Загрузка Отменена Загрузка Отменена Тут Пишет Что Все Эти Файлы Найдены В моей Системе Пипбой Как бы Ее Нет Такого Этой Системы Нет Ничего Не Делает Но Их Нет В Моем Пипбое Вот Что Странно Вот Что Странно Куда Они Делись Надеюсь Это Не Создат Не Создаст Мне Проблем То есть Мне Не Придется Сюда Возвращаться Когда Я Приду К Братству За Этими Штуками Ну Да Плевать Мне Главное Взять Миниган Главное Взять Миниган И Ходить С Ним Так А Где Он Он Здесь Я Так Понимаю Я Так Понимаю Он Тут Будет Нет Не Тут Или Я Его Уже Взял Миниган Ты Со Мной Да Ты Со Мной Походу А Что Я Тогда Не Взял В этом Шкафу Во Втором Патрон Видимо Патроны Ну Точно Это Это Вроде Патроны От Минигана Да Вот Эти Вот Маленькие Миниган Жи Ими Стреляет Где Он Тут Да Пятимиллиметровые Прекрасно Пятимиллиметровые Давайте Эту Винтовку Берем В руки И Погнали Ну Какого Чёрта Меня Убил Компьютер Такой Взял Меня Прилезал Ещё Нам Нужны Будут Эти Ракеты Фугасные Я Предлагаю Ракеты На Гранаты Что ли Поменять Или Это Просто Убрать В общем Просто Побежали Просто Сейчас На Пятый Или на Четвёртый Этаж Короче Возвращаемся Или на Шестой Я уже Не помню Где Эти Ракеты Лежат Надо Короче Все эти Ракеты Забрать Они Конечно Очень Много Весят Блин Я сейчас На пятом Наверное На шестом Они тут Лежат Нет Не на шестом На шибочка Они На четвёртом Блин Как же Долго Я хожу По этому Свечению Как же Долго В общем Сколько Возьмём Столько Столько Унесём Где-то Здесь Должны Быть Ракеты Либо Они Тут Давай Так Значит Это Сюда Это Сюда Вот Эту Одну Могу И эти Ещё Две Надо Чтобы Их Запихнуть Что Нужно Нафиг Знает Что Нужно Можно Две Гранаты На них Поменять Можно Поменять На них Две Гранаты Вот эти Вот Например Они Три фунта Весят Эта Ракета Тоже Весит Три фунта Да Да Одна Ракета Весит Три фунта Что Ещё Может Весить Три фунта А Так У меня Эти Батарейки Есть Они Ну Всё Понятно Эти Батарейки Мне Не нужны Это Из-за Них У меня Такой Большой Вес Эти Гранаты Короче Все Забираем Обратно И Это Если Влезет И Это Если Влезет Это Всё Из-за Этих Батареек Которые Мне Уже Не нужны И Просто Сваливаем Наконец Мы Отсюда Сваливаем Вес Этого Свечения И Возвращаемся К Братству И Возвращаемся К Братству Нас Просили Посетить Свечение Мы Его Посетили Так Поле Отключено Давай На Первый Этаж Вези Меня На Первый Этаж Третий Четвёртый Давай На Третий На Третий Сохранимся А то А вдруг Видите тут Какие Внезапные Смерти Настолько Внезапные Что Вообще Внезапно Ты просто Поговорил с Компьютером Он тебя Убил О В этих Шкафчиках Нет Ничего Полезного Или Что-то Полезное Тут Может Быть Надеюсь Я тут Ничего Не Оставлял Не Забывал Надеюсь Я тут Ничего Не оставлял Нет Я тут Все Забирал Вроде Но я Не уверен Идем Сюда Идем Бежим Сюда Тут Роботы 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 На Третьем Этаже Кстати Еще Можно Динамит Подобрать Но Он Не Нужен Он Мне Совершенно Не Нужен И Сейчас Идем К Братству Идем К Братству На Первый Этаж Конечно Все Возвращаемся Надеюсь В этих Трупах Я не Оставлял Вход То Где Я Уж Забыл Вход Я так Понимаю Здесь Да Вот Веревка Я так Понимаю Это И Есть Веревка Ну Все Сваливаем На Нет Погодите Погодите Давайте Оружку Поменяем А то Вдруг На нас Нападет Кто Нибудь На Пулемет И Бежим К Братству Бежим К Братству Стали Где Они Там У Нас Вот Бежим К Братству Че Происходит Ваша Жизнь Закончилась В Пустыне Понятно Моя Жизнь Закончилась В Пустыне Это Из-за Того Что Я Понял Из-за Чего Это Это Вовсе Не Из-за Того Что Компьютер Меня Убивает Это Из-за Того Что Я Получаю Огромную Дозу Радиации Так Значит Надо Быстрее 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 Все Делать Загрузились И Надо Все Делать Быстрее Быстрее Чтобы Не Дохнуть Часть Пепла Тут Ничего Нет В этих Частях Пепла Да В этих Частях Пепла Ничего Нет Ничего В них Нет Надо Быстрее Пробегать Иначе Я получаю Большие Дозы Радиации Надо быстрее пробегать эти дыры То большие дозы радиации в них Слишком Так, это не то, не то, что нам надо Вот то, что нам надо, Радикс Давайте все уберем Побыстрее от этого избавимся Это вещь совсем не нужная Ядеркола тоже вещь совсем не нужная Челка вещь не нужная, дробовик вещь не нужная Динамит вещь не нужная Это не нужная вещь Все, что не взрывается, нам не нужно Все, что не взрывается, нам не нужно Надо Радикс, склев, испробовать Все, вот теперь должно быть хорошо Вот теперь должно быть нормально Значит, бежим скорее сюда 50 сопротивления радиации 62 Прекрасно О господи, еще и взрыв Еще и взрыв Все берем Все берем Тут что Пинтовка Пистолет ненужный И бежим обратно Это не открывается, это я помню Надо это все по-быстрому сделать По-быстрому вернуться из свечения Как можно быстрее посетить это место И свалить отсюда Ибо если мы этого не сделаем Мы сдохнем от радиации Еще нужно употреблять Да господи Антирадин И прочее Пример Вот это Так Вот это Вот это Так, давай входим Да я на каком был? На первом Сейчас второй Сейчас второй этаж Труп горожанина какой-то В котором ничего нет Все, это быстрее открываем Роботов убивать не будем Мы их просто пробежим Проскочим Опять какой-то Взрыв Опять какой-то Взрыв Так, тут берем Все нужное Быстрее берем Все нужное То есть ракеты Берем Гранаты нам Не нужны Такие гранаты Совершенно бесполезны Они лишь только против людей хороши А против мутантов и прочего Они бесполезны Мы же с ними потом драться будем Давай сюда Бежим, бежим, бежим Скорее Тут радиации много У этой дыры Большая доза радиации Это уже плохо Давай заходим Граната Не надо Тоже не надо Так Тут ничего нет Вот здесь вроде бы красный ключ Вернее красная карта Валялась здесь У этого трупика Да Прекрасно Бежим обратно Бежим обратно Вот для начала Потом, короче, антирадин Лучше вколем Давайте сначала это Так, это Испледуем Ставим Сюда Надо все это По-бырому залутать Короче Надо все это Быстро Залутать Скажем так Она специально бегает У того места Где Радиацию мы получаем На роботов Вообще плевать С роботами Мы потом Подеремся Тем более мы Уйдем с помощью Лифта от них Так Прекрасно Все отключено Уходим Так Это я буду на втором Сейчас надо на третий Сейчас надо на третий Сюда С роботами Вообще Нет смысла драться Либо Мы Мы просто От них Сможем Убежать Опять Большая доза Радиации Когда я Посередине Бегаю Когда я Бегаю Посередине Большая доза Радиации Ну что такое А тут Вроде бы Ничего полезного Болота и нету Нету Или все же Есть Ксения Тут ничего полезного Не было Можно это Не открывать Значит Бежим Скорее сюда А тут шкафчиков Других нету Да Тут других Интересных шкафчиков Нету Так Сюда заходим Значит Едем на пятый А тут надо Красную Тут надо Красную Используем Красную Прекрасно Заходим И Мы сейчас На третьем Нам надо На шестой На шестом же Это же Эта штука Которую Починить надо Да Да Тут роботы 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 Всякие тела Так Надо их Обыскать Вдруг там Что-нибудь будет Все что я хочу Это лишь Взять пулемет Гатлинга Ракетницу Боеприпасы По-бырому Свалить отсюда Это единственное Что я хочу сделать Но мне же Придется Воевать С роботами Да Это правда Мне придется С ними воевать Но По-другому Никак Так Так Где-то Здесь был Антир-1 Так А где Инструменты Инструментов У меня нет Да Вам не удается Ничего узнать Так Ремонт Вы получаете Большую дозу радиации Прекрасно Как это тогда Починить Так Это просто так Никак не починишь Это не починишь Никак Без этих-то ключей Без инструментов Без инструментов Это не починиться А где были эти инструменты Они вроде бы были На втором этаже У меня уже есть Такой пистолет Это мне не нужно Точнее мне вообще Этот пистолет Даже не нужен Потому что потом У меня будет Более классная Оружка У меня потом будет Более классная Оружка Чем этот пистолет Стимулятор Так значит Надо Спуститься На второй этаж Наверное Давайте На втором этаже Было Да Или на третьем Короче Где-то здесь Лежали инструменты Где-то Здесь Ой Как же я торможу А тут-то Их не было Как же я торможу И получаю Радиацию Вот это еще Берем с собой Это еще С собой Берем Это еще С собой Берем Так Быстрее 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 Так Хорошо Тут ничего Нет Правда Эти патрончики С собой Берем И Убегаем Отсюда Значит Было На другом Этаже На втором Блин Ох Сколько же Времени Мы тратим Большую дозу Радиации Это фигово Так вот Дозы получать Там должны быть инструменты Просто В каком-то теле Или они у меня есть У меня же были вроде щипцы Там можно выкинуть У меня же были щипцы У меня их нет На второй Вот здесь вот они лежат Это я помню Но тут огромная доза радиации Ну что за Что за невезуха Если мы здесь пройдем Мы получим огромную дозу радиации Что за невезуха Надо было сразу их брать Нет Только не дозу радиации Пожалуйста Только не это Нет Тут граната Тут срывчатка Что здесь Тут просто граната Черт Я не знаю где Я не знаю где Эти инструменты брать Блин Просто так дозу радиации словили Просто так словили дозу радиации Короче Это очень странно Так давайте-ка На четвертый что ли этаж опустимся На четвертый надо Наверное Так Тут с четвертого на четвертый Только можно Быстрее Иначе мы погибнем От радиоактивного заражения Иначе мы погибнем От радиоактивного заражения Ну Тут по идее Тут уже открыт лифт Так где-то здесь Где-то здесь Должны быть инструменты Возможно тут Но тут Их не должно быть Тут просто базука Лежит Просто лежит базука Где-то инструменты Вот они Вот эти инструменты Надо скорее применить счетчик На себе Надо счетчик применить Посмотреть Насколько сильно Сколько сильно На нас уже Радиация действует 789 Это очень плохо Очень-очень плохо Если так 741 Ну хотя бы не 1000 Хотя бы не 1000 И то радует Прочитаем Книжку Так Еще примем Так Характеристики 100% сопротивление радиации Прекрасно Прекрасно Все забираем себе 100% сопротивление радиации Мне нравится Ракеты заранее забираем Так Инструменты у нас есть Да Так Теперь сколько 562 Хорошо 562 Надеюсь это пойдет В минус Надеюсь это все В минус будет уходить Это будет нам на руку Так Извините Да Тогда Вот здесь вот были эти Надо так Время от времени Посматривать Какая у тебя Радиация Если Выше 1000 То ты труп Если выше 1000 То ты труп Так Окей Это не нужно Это я еще В тот раз Вроде бы сказал Что это не нужно Инструменты у меня вроде бы уже есть Да Давайте-ка Сохранимся на этом Шестерку на этом сохраним Так у меня Два инструмента Теперь Получается Два инструмента Мне не надо Вот видите Почему надо часто Сохраняться Чтобы Прочей Фигни Не было Чтобы ты не дох Просто так От радиации Так Счетчик 562 562 Надеюсь Оно будет снижаться Надеюсь Это все будет Снижаться Что у этого человека Молодого Молодого Хотя может он И не молодой уже Ну судя по нему Он точно не молод А у него Синий ключ Вот за синим То ключом Я и пошел За синим то ключом Я и ходил Так Теперь нужно Спуститься на Четвертый этаж Починить все это Хотя для начала Мне бы роботов Завалить Мне бы для начала Завалить роботов Правда Валить то их Нечем Валить то их Нечем Да Прекрасно Я всю оружку Повыкидывал Теперь не знаю Чем их бить Гранатами Если только То есть С этими Придется Обязательно Драться Как ни крути Вот с этими Тремя роботами Куда ты Кидаешь баба Ты вообще Касая По жизни Ты серьезно Вот так вот Взяла И всрала Коктейль Молотова Еще и гранату Встрала Что с тобой Не так Придется Придется Без оружия Их Лупасить На тебе С кулака Да Без урона Понятно Это все Без урона Короче Пофигу На этих роботов Хрен с этими Роботами Ой Надо красный Это применять Надо Да блин Бой Надо это Использовать Так Потом Давайте гранаты Возьмем На случай Если роботы На нас полезут Хотя нет Нам надо Инструменты брать И красную Инструменты И красную Теперь спускаемся На четвертый И потом На пятый То есть На четвертом Мы чиним Мы чиним Этот процессор Я говорю На четвертый Спускаемся Или мы уже На четвертом А Он же на шестом Он же на шестом Точно Так Мы тут были Или еще не были Мы тут еще Мы тут были Да Мы тут уже Были Надо побольше рад иксов И вот такой вот фигни собирать Теперь надо починить этот Генератор И приготовиться к драке с роботами Но я с ними драться не хочу, я просто свалю от них Просто от них свалю Так, системы включаются, хорошо Перезапуск Прекрасно Что в пип-бое? У нас только древняя запись братства есть Хотя вроде бы должна быть еще какая-то Я вроде бы тут все трупы проверял, да? Цель захвачена Говорит робот Наплевать на него Мы просто обойдем Используем Используем синий чип И свалим отсюда Мы вот так вот обойдем А он стрелять будет Собака Он, собака, будет стрелять То есть драться-то по-любому с ними придется Воу, причем Наносит-то он много урона Ну-ка, где-то мой Стимулятор Так, баба, быстрее Надо использовать это Надо это быстрее использовать Надо быстрее это использовать Иначе нам конец Надо срочно открыть лифт И смотаться от этих роботов Ой, промазал Промах, прекрасно Надеюсь, можно здесь сматываться Даже несмотря на то, что ты В бою Надеюсь, можно Так, лечимся И уходим И уходим отсюда На пятый, да На пятом нам, по идее Тоже неважно с ними драться Можно Выключить источник питания И все Можно выключить источник питания Либо просто Гранатами их Раскидать Поэтому берем Гранатку На всякий пожарный И идем сюда Так Так, вот уже один едет Ко мне Вот уже один козел Едет ко мне Так что Давайте переключаемся А, блин, я А пройти я куда могу? Семь Сторожевой робот получает ранение И умирает То есть я этого убил, да? Прекрасно Ой, я двоих сразу убил Прекрасно Я убил сразу двоих роботов Гуманоид не должен бежать Я тебе покажу еще Что значит связываться со мной Хуманоидом Давайте сюда пройдем И отключим питание Пройдем сюда И отключим питание Гранаты эти нам еще понадобятся А вот питание можно и отключить Ну, блин, он очень далеко проехал, честно говоря Он, честно говоря Очень далеко проехал Я до сюда дойду? Не дойду Придется этого вырубить Придется этого вырубить И встать сюда Этот в меня Шмаляет А этот подлетает Давайте вырубаем питание быстрее Эх, я не смог Офигеть, как их много Почему я не могу использовать компьютер? Ох, это нельзя делать Во время боя, понятно Сейчас они меня, короче, окружат И получат гранаты все Все получат гранаты Либо я сдохну просто Так, надо отойти как-нибудь Вот сюда, что ли Хотя как тут отойдешь? Меня зажали Во, вот так вот, прекрасно Просто прекрасно По всем жахнул Значит, питание можно и не отключать Так, мы сделали все, что хотели И получили уровень Но прежде чем его вкачивать Давайте проверимся На счетчике Какой уровень? 562 Все остается таким же То есть Если мы Вернемся Мы не умрем То есть Мы не умрем Если пойдем обратно Мы как бы уже знаем Что нам нужно брать Мы уже знаем Что нам надо брать Все эти кассеты И прочее Антиродины И прочее Здоровье Вот это вот можно Здесь скинуть Оно никак не пригодится Ну В одном экземпляре Оно может и пригодиться Но не такой кучей Не в такой куче Так, здесь что лежит? Я забыл Я забыл Здесь тоже вроде бы Что-то да лежит Да, здесь кассетка Сейчас надо это все Использовать Так Так Файл найден В системе Загрузка отменена Получайте 100 единиц опыта Так И чего? И чего в нашем статусе? Так Они, блин Местами меняются? Не меняются местами Когда, короче Загрузку делаешь Так Так вот Все 4 загрузил Все 3 загрузил Точнее Теперь бежим вот сюда 562 562 Это нормально Это еще не касаль Умираешь Ты Когда у тебя Выше 1000 Почему я потерял 6 текущего здоровья Объясните мне Почему я здоровье потерял 562 Все окей Эту броню Выкидываем Ненужную нам И одеваем Эту броню Так Одеваем эту броню Более хорошую Более хорошую броню Спротивление радиации Сотня Прекрасно Значит мы ее больше Не получаем Теперь берем Все нужное Так Еще одну кассетку Она должна быть Где-то здесь Вот это она Наверное Загрузка Отменена Давайте сначала Это применим Применили Либо это Вот эта кассета Короче какая-то из этих Вот все Вы потеряли 6 текущего Здоровья Почему я теряю здоровье Так эти гранаты Не берем Берем только Плазменные Эти Почему я теряю здоровье Характеристики Лучевая болезнь Это из-за нее что ли Но у меня всего лишь 562 Может мне нужно Использовать антирогин Так Использовал Искок теперь 537 От чего я здоровье Теряю Может быть я чем-то Доранен Если ранен То надо вылечиться Большой аптечкой Надо вылечиться Большой аптечкой Не берем Кстати у меня уже есть Базука или нет Да Базука есть Ракеты есть Тоже хорошо Все это есть 120 У меня Вес Это берем Это берем И Тут ничего не трогаем Идем сюда Просто берем Эту энергетическую Лазерную пушку Вместе с патрончиками Максимальный вес что ли Да максимальный вес А сколько там не хватает 138 А надо 17 вроде бы Ну можно Противоядие принять Скажем так Может быть я Заражен Или стероиды Бафаут Или бафаут Все забрали Сколько 154 154 Теперь выбираемся Отсюда Мы все записи Братства Исследовали Да Хорошо Сохраняемся На этом На этом Сохраняемся Проверяемся 537 Это тоже много 537 И сваливаем К черчам Из этой дыры От этих роботов И прочего дерьма Я вроде бы Взял все снаряжение Которое тут было То есть все ракеты Которые были Три ракеты такие Четыре ракеты такие У меня есть 250 Такого Пулеметного снаряжения Две такие гранаты Одна такая граната Осталась 150 этого 150 того Давайте Если на нас Сейчас нападут Мы будем стрелять Из гранаты Вернее Кинем гранату Я конечно Еще уровень Си могу прокачать Но я пока Этого не делаю Без оружия Энергетическое Тяжелое Мне вот Тяжелое оружие Надо Надо вкачивать Я же сейчас С тяжелым оружием Хожу Наука Ремонт Пускай 60 Науки будет Скрытность Доктор Первая помощь Метание Вот метание Мне тоже надо Подкачать Энергетическое Давайте до 35 Пяти доведем Сартные игры Натуралист Красноречие Ремонт Ремонт Ловушки Кража Давайте красноречие Прокачаем До 55 Ну и еще Одно очко Оставим Пускай просто Будет Все И сваливаем Отсюда И просто Сваливаем Отсюда Так Мы сейчас На пятом Значит на четвертый Сейчас меня Принимают роботы Которые тут Лежат А мы Принимаем Их Так Здесь Ничего вроде бы Нет Да Полезного Мы тут Все забрали Все что хотели Вот здесь Вот я помню Были ракеты Но мы их тоже Забрали Да Какое у меня Спротивление Радиации Сотни Это хорошо Значит я От радиации Не сдохну Мы можем Конечно поговорить С этим Центральным Процессором Правда О чем С ним Разговаривать О чем С тобой Можно поговорить Друг Кто или что Ты Я искусственный Интеллект В этой установке База Тест Та 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 Как работает Вирус Исследование Вируса Готово Как подхватить Вирус Та 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 Нужно Еще Раз Я Сейчас Буду Чаще Обследоваться Скажем Так С помощью Этой Штуки Хрен Знает 537 Надеюсь На 537 То я Не сдохну То это Было бы Абсурдно А здесь Красная Нужна Здесь Нужен Красный Пропуск Здесь Нужен Красный Пропуск Ну значит Входим Сюда Не просто Входим А убегаем Со всех Ног Для начала Отходим Вообще Отходим Они сейчас Все Подлетят Эм Они не делаются Абсолютно Ничего Мы можем Значит Пострелять В них Можно пострелять Потестировать Своё оружие Например Эту штуку Либо Миниган Либо Эту Либо Миниган Давайте Миниган Тестируем Миниган Можно Очередью Она По-любому Очередью Стреляет Прекрасно Еще раз А нет Он На пятерку Только стреляет Перезарядились Отошли И робот Сразу Отлетает Уничтожить Нарушителя Уничтожить Нарушителя Держись Робот Ну Миниган Миниган Так Так Видите Уже Все Идет Нормально Это Я Я сейчас На четвертом Значит На третий И когда У тебя Есть Миниган Никакие Роботы Тебе Не Помеха Никакие Жалкие Роботы Тебе Не Помеха Так Ну Сейчас Опять С ними Встретимся Только Погодите Я опять Хочу Провериться Надо На каждом Этаже Проверяться Если У тебя Огромная Доза Радиации Надо Что-то С этим Делать Правда Что С этим Делать Я ХЗ Там Вроде Б Желтым А нет Тут Вообще Никакой Ключ Не Используется Тут Вообще Никакой Ключ Не Используется Ну И Где Вы Роботы Подходите Не Стесняйтесь Сейчас Вы Все Получите От Меня Я Его Не Вижу Я Его Даже Так Не Вижу Прекрасно Я Его Вообще Не Вижу Давайте Отойдем В Сторон Пускай Они Сами К Нам Подходят И Получают От Нашего Минигана Вот Так Вот В уголок Забьемся Пускай Роботы Все Делают Сами Сами Подходят Сами Огребают Не винтовки Главное Свои Штурмовые Достали Сейчас Они Построятся Возле Нас Прям Вплотную Подошел Вот Ведь Можно Кинуть Гранату Это Будет Прекрасно Прекрасно Где Там Наша Супер Гранатка Надеюсь Ты Попадешь Короче Это Граната Анти Робот Она Просто Идеальна Просто Идеальная Граната Против Таких Роботов Помню Помню Как я В третьем Фоллауте Вроде бы Или в Нью-Вегасе Этих Роботов Мочил Причем Мочил Я из Обычного Пистолета Я когда Их Впервые Встретил Я скажем Так Просто Не знал Каким Оружием Их Правильно Мочить Поэтому У меня Не было Ни Лазерного Ни Плазменного Оружия Я их Из Обычного Пистолета Пытался Замочить Это было Конечно Долго Муторно Но я Справился Но я Это Прошел Надо Сейчас Их Полутать Будет Забрать Патрончики Офигеть Ты Еще Жив Что Ли Почему Ты Еще Жив То Робот Все Сдох Наконец Наконец Сдох Так Давайте Патрончики У них Забираем А Это Другая Это Не то Это Не то Что Нам Нужно Нам То Нужно Другое Оружие Не 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 Погоди Тут Еще Один Робот Валяется Еще Один Ну Почему Ты Этого Робота Показываешь Почему Ты Выделяешь Этого Робота Мне Вот Этот Нужен А у Этого Вообще Дробовик Прекрасно У Этого Вообще Дробовик Предлагаю На этом Сохраниться Предлагаю Сохраниться На этом Пока Что У нас Очень Даже Неплохо Получается У Нас Очень Даже Неплохо Получается Верно Верно Так Что там По радиации То 537 Все Так же Значит Просто Сваливаем Отсюда На первый Этаж Сваливаем Мы даже не получаем дозу радиации, когда пробегаем с этим Хорошо Да хорошо Еще миниганчик у нас есть Еще у нас с собой есть миниганчик Ну что ж, попробуем Теперь отправиться В братство, надеюсь сейчас-то мы не сдохнем У вас очень сильное кровотечение, вам ужасно плохо и у вас выпадают волосы Я что, превращаюсь в гуля? Это все лучевая болезнь, надо срочно принимать антирадин Надо срочно принимать антирадин Бафаут и прочее Ментат Короче Жрем все таблетки Жрем все возможные таблетки Иначе опять сдохнем Блин, мне бы, знаете, вот До сюда, либо до сюда дойти, чтобы купить там что-нибудь да полезное Потом уже в братство Потом уже отправиться в братство Ну и кто на меня напал? Крысы, серьезно Я на этих крыс даже Патроны тратить не хочу Вы находите несколько крыс, роющихся в мусоре Ну и что они во мне нашли такого Привлекательного? Они поняли, что у меня большой ствол И поэтому меня надо загрызть Ладно, если бы на меня напал какой-нибудь огромный коготь смерти Я бы еще оценил это Но это же обычные крысы Я надеюсь, вот пока я так передвигаюсь Радиация эта не увеличивается у меня Надо будет Поднакупить антирадинов И Нифига я полетел Берег, а что с этим берегом не так? Ты не можешь идти без берега? Ну и что не так? Зачем ты мне про берег говоришь? А, понятно Надо обходить, короче, это все, понимаете, да? У меня опять волосы выпадают Все, лучевая болезнь Надо от нее избавляться потихоньку С помощью антирадина Ну, блин, у меня зависимость, прекрасно У меня от него началась зависимость 237 на экране высвечивается Интересно, а зависимость можно вылечить? Это просто не принимать надо, значит Давай Шагай Прекрасно Собор Хотя нафига мне собор? Мне сюда надо Могильник, да Найдетум Бизнес-центр Бизнес-центр Пушку, конечно же, прячем И смотрим, сколько у меня 112 Хорошо Это значит бизнес-центр, вот эта вот штука Жаль, театическая закончилась Чувак, я бы тебе Сказал, где очень много ядер колы Но там не только ядер колы Там все ядерное Там радиации дофига Как бы от зависимости-то избавиться? Вот в чем вопрос Бритву, лидер клинков Так, ничего Мне бы что-то такое, что спасает от радиации Зависимость Да я понимаю, что зависимость Надо отойти Блин, тут чувак еще встал Который не пропускает меня Через дверь Прекрасно Привет, привет Пропусти меня через дверь Спасибо Так Надо какой-то магазин, короче, найти И купить там все Все нужное там купить Типа Антиродина и прочего Чего надо? Да ничего Давайте поговорим еще С этими парнями Зависимость Чем я могу помочь? Хочу кое-что купить Окей Ты, значит Продавать мне ничего не хочешь Это кто? Лоррейн Мусорщицу из святилища Привет, ты недавно здесь? Курс дела Думаю, что ты хочешь узнать Про могильник Жизнь Кто ты? Лоррейн Да ничего Так, где тут магазин-то? Вот у этого вроде бы Полезные вещи Продавались Честно говоря, я не знаю Где тут детали искать Я вообще хз Где тут вообще можно найти детали? Где тут можно найти детали? Так Куда же нам идти-то тогда? Куда же нам тогда идти? Тут еще какая-то дорога есть И непонятно, что там Давайте проверим, что там 112 Уже меньше Уже меньше, уже лучше Но лучевая болезнь все еще есть Скорее всего, надо принимать Вновь Берем И идем Так Тут еще куда-то можно пройти Так Тут какие-то домишки Домишки, домишки Ничего такого нет Воу Кроме когтей смерти Это же очевидно они Фу Это очевидно когти смерти Так, понятно Что если обойти? Тут же можно обойти Что будет там дальше? Вау Зеленая радиоактивная жижа Вы видите склад К северу отсюда Он окружен рвом В котором сплечется Какая-то рассветящаяся гадость И труп чей-то Мертвое тело Видимо это тот Кто хотел Пересечь эту светящуюся гадость? Привет Ты кто? У меня такая же броня Вы по какому делу? Я просто смотрю по сторонам Я хочу купить оружие Мне нужно поговорить с вашим боссом Я хочу купить оружие Очень хорошо Клиентам Мы всегда рады Заходи Но держи оружие в чехле Или найди Зака Он может снабдить тебя всем Что тебе необходимо Так Я надеюсь Она сама пройдет То есть Ну да Вот тут еще кто-то лежит Еще одно мертвое тело Какие-то домики Фау У вас Дофига Куча бочек У вас тут прям Дофига бочек Всяких С какой-то Радиацией Может быть Это они От когтей смерти Так защищаются Хотя вряд ли бы Это защитило Привет Карлик Как жизнь? Кто тут главный? Мужики с оружием Оружейник С какой-то базукой Оружейник 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 Привет Я Зак Хочешь купить оружие Дай погляжу Что у тебя есть на обмен Давай Посмотрим Что у тебя есть Охренеть У тебя есть Все Необходимое Все пулеметные патроны Бронебойные Обычные Чувак Ты нравишься мне Даже плазменные ружья Огнеметы Миниганы Импульсные гранаты Батарейки Ядерные батарейки Штурмовые винтовки Электрокнут Силовые перчатки Чувак Я кажется Твой клиент Я твой Постоянный клиент Боевая броня Офигеть Крышки от бутылок Потрошитель Ну все Чувак Я твой Постоянный клиент Пять миллиметров Осталось То есть Это мы Бронебойные Тратили на Обычных Этих Да Чувак Я к тебе Короче Еще загляну Ты не переживай Я загляну К тебе Это очевидно Это разумеется Хороший денек Да Да вообще Отстань от меня Дела идут Уверен У них В ящиках Еще много чего есть Как-то раз Один поленек Свалился В ров Ужасная смерть Не часто К нам заходят посетители Чем я могу помочь Почему не часто Недалеко от нас Заходится логово Проклятых когтей смерти Вы прекрасно вооружены Почему бы вам Их не перестрелять Мы пытались Но они снова Откуда-то появляются Да и потом Мы ведь оружейники А не охотники А что мне перепадет Если я уничтожу Когтей для вас Если ты сможешь Избавить нас От когтей смерти Раз и навсегда Называй любую цену Моим друзьям Тоже бы пригодилось Новое оружие Это каким это Друзьям У меня есть друзья Я хочу оружия С боеприпасами И побольше Так Если уничтожить Когтей смерти Мы уйдем отсюда И оставим Столько оружия Припасу Что тебе на всю жизнь Хватит Окей Договорились А ты кто? Кабриэль Отлично справляется Так Ну так В чем В чем заключается Наша будущая задача Уничтожить Короче Уничтожить Всех Когтей смерти И добраться До братства Стали Я предлагаю На этом сохраниться Предлагаю я На этом сохраниться Да Пока что У нас дела Идут неплохо Правда Мы заработали Зависимость Мы заработали Зависимость Но зато Наконец-то Ушли Из свечения Что ж С вами был Леар На этом я с вами Прощаюсь Прощаюсь Следующая серия Будет Скорее всего Про то Как я уничтожаю Когтей смерти И добираюсь До братства Стали А теперь Всем пока